Друзья, всем привет! Рад вас видеть на своем канале. Сегодня 5 августа, времени 3 часа утра. И я отправляюсь с Бэтменом на тихую охоту. Вернее, это будет даже не тихая охота, а разведка, можно так сказать. Еду за 170 километров. Многие скажут, что Саня, ты сумасшедший в 3 часа утра ехать за 170 километров, чтобы поискать какие-то грибы. Зачем тебе это надо? Но вам, друзья, я могу с уверенностью сказать, что эта разведка, помимо грибов и хорошего настроения, еще принесет мне массу приятных удовольствий. Помимо тихой охоты, я хочу еще пройтись по одному, можно так сказать, лесному болотцу. Давно уже его приметил. Мимо проезжал в этот раз, где-то, наверное, недельку назад мы когда-то доездили с товарищем, тоже на разведку. Я увидел уточек, уточек нужно посмотреть, и бобр там активно тоже передвигается. Взял с собой фотоловушку, кубик, и думаю, что я в любом случае туда еду не последний раз. Фотоловушку эту мы попробуем там установить, если какие-то мне понравятся места. Ну и просто прогуляться по лесу. Лес красивый, сосны, это чистый воздух, хорошее настроение, заряд бодрости какой-то на всю оставшуюся рабочую неделю. Ну и будем надеяться, что сегодня мы найдем какие-нибудь хорошие грибочки. На той неделе были только лисички, но если, ребята, если мы попадем на этот слой, слой белых грибов, набрать можно там, не знаю, 200 килограмм этих вкусных, красивых лесных грибочков. Все, теперь я вытираю фары, пью кофе и отправляюсь в это путешествие. Все путешествие я буду снимать, как мы будем пробираться к этому месту, потому что там есть трудные места, есть лужи глубокие. Но на моем Кюжо на той недельке, когда мы туда ездили, мне пришлось так пробираться, что почти по бамперу меня скрывала вода. Все, двигаемся. Проехал 150 километров, заехал в Осинский район и начинаю потихонечку продвигаться вдоль леса. Ехать мне еще 15 километров по лесу. Сейчас дорога длинистая, еще ровненько, хорошая, но впереди меня ожидают трудности и преграды. Это будут глубокие лужи, ямы различные всякие. Ну и конечно же, когда я буду заезжать в лес, по лесу мне, по самому лесу мне надо будет двигаться еще в районе 4,5 километров, там тоже есть небольшие препятствия. С левой стороны, вот сейчас проезжал небольшое болото, на этом болото, я не знаю, камера скорее всего не отобразит всю эту картинку. Чтобы увидеть эти погрызы бобровые и поваленные деревья, нужно будет с левой стороны по бережку этого болота пройти. Я обязательно это сделаю, но бобер здесь есть. Вода чистая, с левой стороны есть канал бобра, я вижу там глубоко и есть муть. То есть бобер здесь постоянно передвигается, я обязательно думаю, что ближе к осени, когда открытие на этого животного охота, вернее, откроется, я обязательно сюда приеду и попробую его здесь добить. Но бобер здесь, друзья, большой живет, это точно. А сейчас я отправляюсь за грибами дальше. Третий год сюда езжу и никогда не обращал внимания на этот памятник, который здесь установлен. Сейчас его первый раз увидел, не знаю почему, и решил просто остановиться и показать, что здесь. Мне всегда было интересно, кто замутился и высаживал здесь такой сосновый бор. Один сосняк будет чуть позже. И вот на этом памятнике написано, что это посадка леса и памятник поставлен в память лесовода Катаева Николая Панфилова. Панфиловича. 1899 год по 1977 год. Осинский лесхоз. Памятник был установлен в 1978 году. Да, ребята, и стоит же он, стоит бирка тоже еще целая, из чугуна литого. Все, двигаемся дальше, может быть, что-то еще увижу. Друзья, вы посмотрите только, какой начинается пустой лес. Красотища вообще. Уже не терпится просто обидеть сапоги и нырнуть в этот лесочек в поисках льдов. Но впереди еще почти 4 километра по такому лесу пустого. Вот и начинаются лужи. Думал, что они будут немного больше, потому что по прогнозу, который я наблюдал в течение недели, было сказано, что здесь просто шли проливные дожди. Но лужи не очень большие, и это радует. Сейчас одна машина проезжала, и человек, когда остановился, мы с ним немножко переговорили, он говорит, что прошла информация, что белые грибы здесь пошли. Ну и я стал замечать, что и мухоморы начали росли, и поганки растут. Это говорит о том, что грибы здесь, в этом регионе появились. Мы начинаем потихоньку пробираться через эти лужи. И будем надеяться, что все самое интересное у нас впереди. Проезжая мимо, увидел сразу же, что грибочки появились. Вот по дороге ехал, смотрю, гриб остановился. Ребята, смотрите, опа, масленок, идеальный масленок. Обязательно буду их собирать в отдельную корзинку. Смотрите, еще один, опа, еще один масленок. Еще один, и вы посмотрите, они какие маленькие, классные. Обязательно буду их готовить у себя на канале, мариновать, жарить, ну и готовить из этих грибов различные блюда. Так что, ребята, подписывайтесь на мой канал. Уверен, что будет очень много интересного видео. А теперь я беру корзинку и начинаю резать эти маслята. Смотрите, перехожу с дороги, и здесь такая же картинка. Раз масленок. Здесь масленок уже покрупнее. Вот он, ну этот червилый. Мы такие не будем собирать. Будем собирать только молодежь. Вот он, смотрите. Оп, какие плотненькие. Кайф. Начинаю резать. С машины увидел грибочек, но на этот раз уже гриб у нас какой-то плодородный. Смотрим. Опа. Чик. А это у нас абабок. Один абабок у нас червивый. Мы его брать не будем, а другой, опа. Молоденький. Едем дальше. Тут же вдоль обочины растут и лисички. Но лисички мы эти сейчас резать не будем. Я уверен, что в тех местах, куда я дальше проезжаю, там этих лисиц будет еще море. Я возьму отдельную корзину, и эти лисички я буду собирать именно туда. Но результатом уже я радуюсь. Видимся дальше. С основной дороги я свернул в лес. Здесь уже начинаются одни сосны. Посмотрите, их реально просто кто-то заморочился и посадил скорее всего тот чел, у которого был поставлен памятник. Теперь нам нужно по этой дороге немножко проехать в районе 4 километров еще. И мы доберемся именно на то место, откуда я стартану собирать грибочки. Но пока белых нет. Ребята, проезжал на машине по этой лесной дороге и увидел сразу же, что стоит грибочек. Сначала подумал опять масленок, но это, друзья, у нас не масленок. Срезаем его. Это белый гриб. И белый гриб чистенький. Это меня уже радует. Первый белый есть. Размер хороший, стандартный. Значит, белые грибы пошли. Тот чел, которого мы сегодня встретили по дороге, он нас не обманул. Видимся дальше. Еще спалил один грибочек. И грибочек-то достаточно большой. Белый 100%. Но если он будет червивый, я ни в коем случае его оставлять здесь не буду. Буду срезать шляпку. И у меня есть одна затея. Белый здесь один стоит. Немножко повернул голову налево. А здесь стоит еще один белый. И белый гораздо меньше и целее. Мы его срезаем. Смотрим. Гриб, ребята. Это гриб молоденький, хорошенький. Опа! Так, ножка. Ножка червивая. Шляпка более-менее. Есть, конечно, вот такие черви большие. Мелкие червячки. Но эту шляпку я оставлять еще раз говорю не буду. Я ее сейчас буду мелко нарезать и убирать отдельно в другой пакет. Все, этот гриб забираю и двигаемся дальше собирать белые грибочки. Но настроение у меня уже поднялось. И я уверен, что сегодня результатом этой прогулки я останусь доволен. Ну вот я и добрался до своего любимого места, где я сегодня проведу целый день в поисках лесных грибочков. Но, смотрите, друзья, я хочу поделиться с вами тем результатом, который я уже на сегодня получил. И это только я доехал. Вдоль дороги мы насобирали белые грибочки. Пол корзинки. Все. Сейчас погуляем здесь до обеда. С Бэтменом. Бэтмен вон у меня тоже счастливый носится. Уже потихонечку его начинаю приучать вообще к поискам грибов. Гриб нашел, понюхал. Говорю, ищи. Бегаем, смотрим. Нахожу сам белый гриб. Зову его. Он побегает ко мне. Я ему еще раз даю его нюхать. И его благодарю. Может быть, у меня получится это сделать. Но это идея моя. Буду над этим работать, можно сказать так, всю жизнь. Вот здесь мы будем разводить сегодня костерчик. Ну, а под этой, можно так сказать, палаткой, которую делали лет, наверное, 20 назад, я буду укрываться от дождя, если сегодня он будет. Ну, и, конечно же, будем здесь с Бэтменом сегодня кушать, обедать. Стол я протеру. Трядки я взял в те выходные, когда сюда приезжал. Возможности протереть этот стол не было. А так, настроение классное. Погода радует. Дождя нет. Отправляемся на поиски. Пройдя буквально метров 300, наверное, от машины, я понял, что без накомарника в этом лесу находиться нельзя. Ветра сегодня нет. Хотя синоптики обещали нам, что будет ветер 7-9 метров в секунду, но его вообще нет. Может быть, это, конечно, от рельефа зависит. Потому что здесь, посмотрите, одни только сосны. И вот я иду, и мне попадаются грибы. Я уже насобирал, наверное, ну, не знаю, корзину белых точно насобирал. И они попадаются одиночные. И вот три гриба я сейчас нашел белых на периметре буквально там на 15 метров. И решил вам показать. Здесь обабок. Этот обабок я тоже заберу. Ножка мне не нужна. Шляпку я буду использовать, еще раз говорю, для своих опытов. Но, иду дальше, смотрю, чем мне нравится этот лес, и почему я вообще езжу на такие дальние расстояния, что грибы в нем очень удобно собирать. Не нужно бегать и искать. Я даже отсюда вот вижу уже, в той стороне есть белые грибочки. Смотрите. Смотрим. Идем, идем, смотрим. Бам. Раз белый. Два белый. Идем дальше. Эти белые я нашел только что. Когда с вами разговаривал, голову вправо повернул и увидел сразу же еще белые грибы. И самое, что интересно, эти белые грибы, они пошли, ну, не знаю, вчера, может быть, здесь. Вот сейчас опять, смотрите, друзья. Это просто жесть. Это просто жесть. Раз белый. Два белый. Кто-то говорит, что эти нужно белые там, ну, собирать и корень срезать. Но это глупо. Это можно, конечно, делать, но я на это не заморачиваюсь. Вот еще один белый гриб. Идем дальше. Смотрите, ребят. Просто волшебный сегодня день. Так, сбился. Сбился. Смотрим, где-то... А, вот он, вот он. Смотрите. Вот еще один белый стоит. Беленький, хороший. Вы посмотрите просто на эту красоту. Так вот рукой его отсюда. Опа. Выкручиваешь. И вот он. Вот он, этот красавчик. Ребята, это просто сказка. Сегодня гуляю, собираю. Сколько смогу. Завтра отдыхаю. Завтра будет здесь очень тепло. А послезавтра опять сюда буду отправляться. Сейчас я вам еще кое-что покажу. Смотрите. Эти мы грибы забираем. Опа. Пока я сидел и вам эти грибы показывал. Смотрите, что я нашел. Опа. Вот он еще один. Еще один грибочек. Белый такой же. Молочный. Так. А здесь? А здесь, смотрите. Вот он, боровой. Белый. Это уже белый немножко другой. Сейчас я... Вот он. Ребят, вы посмотрите просто на эту сказку. А здесь что творится? Смотрите. А здесь что творится? Вот он. Вот он. Смотрите, крепыш какой. О, жесть. Жареха, грибовница. Из этих грибов получится шикарно. Ну, плюс, я уверен, у меня удастся эти грибочки еще и заморозить. Отправляю дальше. Тоже не мог, друзья, не снять и показать вам, что здесь реально происходит. Иду, короче, смотрю. Здесь третий. По мху увел. Смотрите, какая нога у него бодрая. Вот он. Корзинка уже почти полная. Крутяк. Идем дальше. Это мне тоже бы хотелось вам, друзья, показать. Просто иду, смотрите, пень. Ну, не пень, там, сосна. Старая, гнилая сосна. Я обнаружил пару грибочков. Что это за грибы? Я думаю, всем это понятно. Это белые грибочки. Смотрим. А нет, это маслята. Это масленок. И это тоже маленький масленок. Ну, маслята тоже классные грибы. Обязательно их будем кушать. И есть вероятность, друзья, Что это маховик. Кто что думает, напишите, пожалуйста, В комментариях. Мне очень интересно. Но. Один сосед у меня в доме, он мне показал. Говорит. Саня, слушай, ты, говорит, там, ходишь, говорит, по сосновому, По этому бору по своему. Посмотри, пожалуйста, грибы, маховики. И показал, как мне выглядит. Я говорю, слушай, похоже на опята. Многие грибы похожи на белые. Посмотрели с ним в интернете. Действительно, маховиков тоже различий очень много. И он, говорит, если тебе будут они попадаться, Насобирай, говорит, мне пакет грибы просто обалденный. Я говорю, да без проблем. Что будут эти маховики, я обязательно тебе насобираю. Но пока мне не попадались. Но. Есть вероятность, что это маховик. Сейчас я ножку срежу. Он мне, говорит, ножку у них, говорит, срезаю. Если она, говорит, будет фиолетовой. Это маховик. Половина часа выбрался я на обед. Обед у меня будет сегодня, как всегда, в этой палатке. Здесь я костерчик разжег. Это так, можно сказать, для дизайна, просто для успокоения. Костер горит. Этот шум, треск этих дров, он в любом случае как-то меня успокаивает. Грибов я набрал белых. Почти полная корзина. Здоровая корзина. Здесь я грибы, ребята, резал напополам все. Чтобы их дома уже не перебирать, в лесу я их чистил. По пакетикам раскидаю и сразу же в морозилку. Ну и корзиночка просто элитных белых грибочков. Сейчас мы покушаем. Кушать. Я буду, хочу мясо пожать. Мангальчик с собой взял, шампура взял. Уголь также у меня куплен здесь. Взял с собой бензопилу. Бензопила нужна здесь для чего? Здесь очень много, очень много валяется сосны. Сушняка сосны. Я вот такими вот кусочками эту сосну пилю. И благодаря этим, можно так сказать, поленьем я разжигаю для себя костер. И на этом кресле, на моем кресле классном, которое подарил мне другам, я здесь просто балдею и отдыхаю. Пускай один с Бэтменом, но чувствую здесь себя комфортно. Настроение вот такое вот. Ну и результат, в принципе, меня сегодня уже порадовал. Сейчас я кушаю и отправляюсь на другую сторону этого леса, где тоже есть вероятность набрать столько же грибов. Но сразу же могу вам сказать, что сегодня здесь очень много, очень много народу, которые также приехали за этими грибами. Сегодняшней прогулкой я остался доволен. Набрал я грибовочки эти все нарезал. Обязательно дома, когда буду чистить, я вам покажу, какой объем этих грибов получился. Но сегодняшней прогулкой я остался доволен. Время провел круто. Бэтмен у меня тоже остался доволен. Спит в машине. А я отправляюсь домой. Вам всем большое спасибо. Кому было интересно со мной прогуляться по этому лесу, кому было интересно посмотреть, какие грибы в этом лесу растут, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Вам всем пока. До скорых встреч.